Музыка Вы знаете, что я сейчас скажу? Я предсказуемый вначале Бинго-бонго и джимбо-джамбо, зайки! Это я, ваш кумир Серёжка. Как дела? Комфортно уселись? Приготовили там жрачку какую-нибудь? Всё нормально? Готовы смотреть Серёжевый микрофон? Валя, ты чуть не убил людей. Вы сейчас были в шаге от смерти, да? Да-да-да. Понимаешь? Кстати, Валя, поздоровайся. Какой творческий у меня оператор. А, специальные штуки, да, чтобы нажимать на кнопочки? Или ты просто любишь грызть ногти? Я занимаюсь комедией много лет. Ладно. Чё, как вообще дела-то, ребят? Всё нормально? Ну, классно, ну, классно. Смотрите, Серёжа микрофон более-менее регулярно стал выходить. Вы верите в это вообще? Потрясающе. Сразу проведу. Обозначу, так сказать. Сразу. Обозначу. Вот здесь вот. Обозначу, что Серёжке за этот выпуск компания МТС... Плинк-плинк-плинк-плинк-плинк-плинк-плинк-плинк. Я ем деньги почему-то. Поэтому мне их так мало. Отвалила бабла. Да, ребята, ваш кумир всё ближе и ближе к Роллс-Ройсу. Значительно ближе к Роллс-Ройсу, надо сказать. Спасибо, МТС. Вы классные. И этот выпуск они попросили снять для них. Почему нет? Собственно, ничего не меняется. Это тот же самый Серёж... Что я? Почему я танцую? Что со мной? Кстати, так удобнее и объяснять вещи. И этот выпуск будет такой же точно, Серёжа и микрофон, только по заказу МТС. Будем говорить про зависимость. А-а-а, да! Если у вас есть Инстаграм, то, скорее всего, помимо вашей воли, в сторис появился я. Вы такие, ух ты, кумир, Серёжка! Я надеюсь, вы так думаете, а не, фах, реклама бесит. Реклама со мной не бесит, понятно? Я специальные технологии использую. Секретные. Именно поэтому работают со мной. Что я запретные технологии использую. Я сам бешу, а реклама со мной нет. Прикиньте? Ха! Ну что, будем говорить про зависимости. Но не про страшные зависимости. Зачем нам говорить про страшные зависимости, когда у нас была недавно Таня? Смотрите на меня. Наслажайтесь. Меняйте философию своей жизни. Я говорю, как-то всегда должен быть стаканчик. Нам этого хватит. Знаете? Всё. Мы будем говорить про зависимости положительные. Можно зависеть от кроссовок. Если вы сникер-хед, ребята, это попадалово. Куча бабла просто еженедельно тратится на кроссовки. Вы просто подчинены. А, кстати. В чём это я? В чём это я? Кто-то стильняшка здесь? Кто этот стильняшка? Это опять я? А, хвостун, чёртов. Ладно. Да какая разница? Да, хвостун и что? С этим живут? Я вот трачу очень много денег на кроссовки, потому что это классно. А, мне... Мне это нравится. Я сейчас говорю в стиле миссис какой-нибудь на конкурсе красоты. Когда они не купальники показывают, а когда у них творческий конкурс, я должен рассказать о чём-нибудь. Я люблю кроссовки, потому что они мне нравятся. Это классно. Можно зависеть от мессенджеров. Вы постоянно сидите в мессенджерах. Вы уже не поднимали голову неделю. Кстати, вы скачали мой стикер-пак? Стикер-пак Серёжи и микрофон. Спасибо вот этой даме. Спасибо ей, которая сделала офигенно смешной стикер-пак. Мне нравится, что он такой лоу-файный, корявый. Видно, что человек смотрел все выпуски. Это классно. И он обновляется каждую неделю. Чего? Обожаю, когда у моих поклонников нет личной жизни. И они могут всё своё время посвящать мне. Это прекрасно. И если я не ошибаюсь, скоро появится стикер-пак от компании МТС. Где я там в разных образах. Тоже качайте. Можно зависеть от искусства. То есть вы постоянно шаритесь по каким-то сайтам и сохраняете картинки, которые вас вдохновляют. Зачем? Ну, потому что вы такая глубокая личность. И вы просто не можете без этого. Вы жарёте бургеры постоянно. Нет другой еды, только бургеры. Много зависимости существует. Поговорим вообще. А поговорим сейчас сегодня с москвичами, как у них с этим делом обстоит. И вообще, в нашем молодёжном канале Серёжа Микрофон узнаем. Эй, мнение. Привет, я Серёжка. Как ты? Я знаю, что ты Серёжка, да. Ооо. У тебя есть мой стикер-пак? Да, есть. Нет, шучу, нет. Я не знаю. Но мне надо идти. Спасибо. Клёво поговорили, да? Она была рада меня увидеть. Ей было приятно, что я к ней подошёл. Но, с другой стороны, она убила человека на прошлой неделе и скрывается от правосудия. Так. Компания МТС. Компания МТС. Компания МТС. Компания МТС. Компания МТС. Есть люди, которые вот бесконечно какое-нибудь слово повторяют. Не знаю почему. Типа, тем не менее. 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 Так вот, компания МТС. Компания МТС. Компания МТС. Компания МТС. Сказала, чувак, нам нужна молодёжь. Потому что ты молодёжный, Серёжа. Ты ходишь в пасмурную погоду, в солнцезащитных очках. Так делает только молодёжь, которая плевала на всё. Это я, я молодёжь. Я плевал на всё. Поэтому ищем молодёжь. Ищем молодёжь. Здравствуйте, вы молодёжь? А, секундочку, а что такое? Что от меня люди бегают? А, компания МТС. Всё здорово. Выпуск идёт в штатном режиме. Всё неплохо. И я не паникую. У меня на лбу написано, я убью тебя, тварь. А, п-п-п-п-п. Сейчас, наубрал? Нормально, сейчас пойдёт. Что за марка, Серёжа? Если вы не знаете, вам это, значит, не надо, понятно? Эти кроссовки нужны только тем, кто знает, что это за кроссовки. Значит, вы не Йоу. Не надо пытаться быть Йоу. Если вы скажете, а, это же вот это вот. Да, значит, они вам нужны. Значит, вы Йоу. Как тебя зовут? Максимилиан. Ты тот, кто мне нужен. Максимилиан. Ты модненький. Ну, типа, да. Что за кроссовки у тебя? Пума. Тебе точно меньше 20? Да. Знаешь, почему? Потому что ты в сетчатых, в сетчатых летних кроссовках в сраку вышел. Правильно? Потому что логика это для взрослых, правильно? Ты есть от чего-то, от чего ты зависишь? Зависим я нет, не думаю, что от чего-то. То есть ты вообще ни от чего не зависим? Ну, общение может с друзьями. Ну, как типичную ситуацию у всех, я не знаю. Скажешь, ты боишься показать, что ты на чем-то сидишь. Я понял. Ладно, давай говорить, знаешь, как в таких случаях говорят. Вот моя подруга, мой друг, имей в виду себя. То есть друзья, которые на чем-то сидят. На спорте. BMX. BMX? Да. Это что? Ну, это трюковый велосипед, типа маленький. Ты 2 метра. Вы представляете себе этого человека? Максимилиан, кстати, тебя так и зовут Максимилиан. Да, да, да. Мы сейчас об этом поговорим. Вот на таком велосипедике. Ха! Почему так? Ты любишь комедию? Нет. Ну, типа, они же специально сделаны маленькими, чтобы было легче делать трюки. А, это как со щенком. Ты берешь маленького щеночка в детстве, а он вырастает в собаку, которая 2 раза больше тебя. Так же ты, ты начал много лет назад увлекаться BMX, когда был маленький и неожиданно вырос. Ну, типа того. Ну, серьезно, насколько я на BMX катаюсь 4 года. Каждый день? Нет, не каждый день катаюсь. Смотри, у тебя есть подружка? Нет. А вот сейчас мы приходим к самому главному. Ну, у тебя появится подружка, по-любому. Да. С такой прической. Ха! Ха-ха! Она скажет, ты знаешь, что ты слишком часто занимаешься BMX, ты не занимаешься мной. Что ты выберешь? BMX или девушку свою, несуществующую пока? BMX выберу. Типа девушка должна тебя любить таким, каким ты есть. Ну, я не знаю, лично мое мнение. Да. Нет. У тебя могут быть претензии к ней, а у нее могут быть претензии к тебе. И, ну, не знаю, у вас должно быть, у вас должно все получиться так, чтобы без ссоры и без всякой этой фигни. Ты в России родился? В Риге. Когда мне исполнилось пять лет, я уехал в Москву жить на десять лет и обратно в Ригу. А вот сейчас, на данный момент, я приехал на каникулы сюда. Скучаюсь по своим друзьям из Риги. Я имею в виду Расмуса, Крупенпопа и какие-то еще странные имена. Я хотел офигенно сымпровизировать, но не смог. И знаете что? Фак ю! Я вас избаловал. Я что, вам должен все время классно импровизировать? Должен? Ну, нет. Я пытался хотя бы для вас что-то изобразить. Ну, не получилось. Я хотел придумать дурацкие имена. Типа Максимилиан. Ты меня слышал, да, сейчас? Черт. Вот я и потерял тебя. Счастливо. Классного тебе... Классного тебе... Время провождения. Ну, допустим. Да. Всего хорошего. И BMX вперед! Поехали. Так, ты зависим от телефонных разговоров, да? Да. Ты даже вот, когда с тобой разговариваешь, не прекращаешь говорить с кем-то там. С кем ты говоришь? С Дашей. Кто такая Даша? Моя подруга. Вот люди, которые так держат телефон, вот так вот. Я вас не люблю. Потому что вам-то здорово, а я слушаю... Просто палец закрывает дырочку, в которую нужно говорить. Ну, день без телефона, это кошмар или нормально? Может, нормально без телефона? Ну, кошмар. Да? Да. А ты тоже, как я, неприятный человек? Я реально прошу прощения у всех, с кем я сейчас контактирую, потому что я говорю с людьми вот так. Ага. Угу. И они все думают, что я просто сволочь. Чуть-чуть, да. Но, ребята, столько дел, я не успеваю жить. Мне нужно сразу в трех реальностях существовать. Понимаете? Да? Да. Так что мы деловые люди, вынуждены так, да, говорить? Да. Молодежно поговорили. МТС, вы довольны? Смотри, как здорово мы общаемся. Без чего ты не можешь каждый день прожить? Общение. В каком виде? В виде любого общения с друзьями. Сколько одновременно у тебя чатов было? До десяти. Ты сразу с десятью людьми одновременно общалась? Бывало. Это же круче, чем шахматная партия, вы понимаете? Ты путала чаты? Нет. Ты ни разу в жизни не путала чаты? Не туда. Ай, не туда. Не бывало. Писала какую-нибудь гадость про кого-то, а написала ему же? Нет. Или скопировала, что кто-то что-то говорит и отправила не тому, кому хотел, а этому же человеку. Так, ай, неловко. Завидуешь мне, да? Да, это круто. Потому что ты бы знала, сколько раз я чуть не съел телефон. Я просто ужас... Еще я очень неграмотный. Вернее, мне просто пофигу. Я просто бью по клавишам, если у меня не получилось слово, мне плевать. Валя знает. Я просто бежу, крыш-бл-бум. Разбирайся сам. Нет, ты грамотно пишешь? Нормально. Ты невероятно собранный человек. Привет, ребята. Это детская передача Сережа и микрофон. Мы тут общаемся с теми, кому до 10 лет. Мне после 10 лет. О, ты такая взрослая и опытная женщина. Здравствуй. Мне до 12 будет. О-хо. Ты жизнь прожила, ты все знаешь. Ты подошла сама и попросила с тобой поговорить. Да. Я услышала, что вы говорите про зависимость и так далее. И хотела сказать про то, что я иногда подолгу сижу в наушниках. Могу сидеть даже... Мой рекорд 5 часов в сутки. Без... Вот просто не снимая наушники. И это одна песня на репите? Нет, я их меняю. А, подожди, 12 лет. Половое созревание уже почти скоро. При прет так, что будешь сидеть 12 часов, слушая один трек, и ты будешь очень грустная. Просто влюбилась. Я тебя просто готовлю к жизни. Я не буду грустная, потому что... Встретимся через пару лет. Как тебя зовут? Настя. Настя, без чего не можешь каждый день прожить? Без воздуха. А вдруг можешь? Ты пробовала не дышать целый день? Не пробовала. Поэтому знаешь... Серьезно? Не знаю, я музыку очень люблю слушать. А что ты слушаешь? В каком объеме? Вообще разное. Очень много всего слушаю. И рок слушаю, и электронику слушаю. Дай последнее, что у тебя есть, включи. Да. О, господи, это АТЛ, мне обязательно включать? Давай, давай. Ну ладно. Ты не тоскуй и себе присни, ведь нам все до весны. Ну и пусть я установил нас не остановлюсь. У меня вопрос к рэперам. Я сам чуть-чуть рэпер, вот на столечках. А у меня вопрос к настоящим серьезным рэперам. Ребят, вам не кажется, что это тревожный знак? Вас слушают только девочки. Да. Чувствую дерьмо. Да. Мой парень говорил, что это говно полнейшее. Почему всех рэперов, которые такие, я убью тебя, убью сегодня сильно, вы понимаете, что вы для девочек это делаете? Да, для девочек. А почему бы нет? Девочки тоже должны что-то слушать. Да, но... Мальчики слушать. Подожди, подожди. К тебе-то нет претензий. Я... Ты получаешь, что хотела. Я не переживаю. А я за них переживаю. Ты понимаешь, у них в голове их слушатель. Это такие же ребята, которые говорят, да, да, бро, это круто. Нет таких. Вас слушают девочки. Сережа, какой должен быть рэпер, чтобы ты его слушал? Давай скажи. Он должен быть смешной. Он должен быть смешной. Мне должно быть смешно. Не по-плохому смешно, типа, вот дебил. А по-хорошему смешно, типа, вот дебил. Понимаешь, да, разницу? Ну... Ладно. Пользуешься МТС? Конечно. Здорово. Классный выбор. Классный выбор. Классный выбор. Счастливо. А, МТС. Я Сережа. Это шоу Сережа и микрофон. От меня прекрасно пахнет. По-прежнему. Новый флакончик моих духов меня радует. И часто меня спрашивают. Мне пишут. Сережа, а чем ты пахнешь? Фак ю. Так я вам и сказал. Ага. Плинк, плинк, плинк. Чтобы еще был такой второй человек. Бенчик не хотите? Бенчик. Дима Рублев, ты смотришь меня. Это мой бро из Кирова. Мы с ним учились. Два двоечника. Он все время говорил. Сбен. Причем Дима Рублев до таких высот дошел в произношении фразы Сосибен, что говорил просто так. Сбен. Сбен. Короче, это шоу, где ведущий вам сообщает, как он пахнет. Мне кажется, такого нет. Это уникальное торговое предложение, как минимум. Я вот что вам хотел сказать. Почти серьезно сейчас буду говорить. На 93% я сейчас серьезен. Неожиданно почему-то вас растрогали два выпуска последних юбилейных. Я себя почувствовал, как будто я цирительница какая-то, которая у экрана села и все выздоровели. И мне написали, что я просто жизнь людей изменил. Не знаю, что такого сделал, но мне приятно. За то, что вам нравится, что я делаю. Спасибо вам большое за классные письма. И Владлен, тот самый Владлен миллиард лайков, прислал трек. Да ему 18 лет. Если ты занимаешься программированием, 18 лет, какой следующий шаг? Правильно, рэп-альбом. Короче, ладно, хрен с тобой уговорил. Валя, снимем ему клип. Трек-то у тебя есть? Будет поближе. Ну, конечно же, нет. Почему ты просишь снять тебе клип на трек, которого даже нет? Я его почти написал. Называется он? Да хрен его знает. Значит, ты не почти его написал, а ты его даже не начинал писать, бро. Я включил. И я чуть просто не упал. Трек ничего. Но, твою мать! Он там поет о том, что женщинам нужны от него только его бумажки. Владлен, это вранье почище миллиарда лайков. Да я в миллиард лайков поверю скорее, чем в то, что женщинам нужны только бумажки. Ага. Что это за бумажки? Ты ведь не про деньги, надеюсь? А какие-то справки, анализы из военкомата, что там выписка какая-то. Или справка из банка, что у тебя по-прежнему ноль на счету. Йоу, бро. Это, кто тебя этому научил? Короче, давайте послушаем этот трек. Бро, мы тебе обещаем, снимем тебе клип на этот трек. Я тебе обещаю, и скоро будет премьера. Прикиньте, Сережа делает звезд. Надо, может быть, подписать Владлена? Вдруг он бомбанет. У нас денежка будет. Без чего не можешь прожить каждый день? Без сна. Я люблю спать. Может быть, ты не можешь прожить без хард-рока. Ну, я люблю читать, если из экстремального. О, ты плохишь? Да. Ай. Без чего не можешь каждый день прожить? Без спорта. Давай, кто больше раз присядет. Правильно, это глупо. А как тебя зовут? Шер. Шер? Как певица? Нет. Смотри, я плохо спел. Но я сейчас сделаю то же самое, но с автотюном. Будет классно. Каким спортом ты занимаешься? Любым. Керлинг? Нет. Да не любым получается. Подвижный. Попался. Керлинг очень подвижный. Смотри, вот так вот. Ну, это зимний вид. И ты вперед едешь, прикинь? Вот они так вот приседают и едут вперед полчаса. Это очень подвижный вид спорта. Нет. Не очень. Как тебя зовут? Антон. Антон, привет. Я Сережа. Без чего не можешь каждый день прожить? Рисовать люблю писать. Правда? Можно сказать, много чего сделал, чтобы вот каждый день этим заниматься. И когда я этим не позанимаюсь, мне становится что-то как-то не по себе. Какая твоя тема? Ты маринист, ты рисуешь черепа голых женщин. Не надо заводиться, голые женщины, натурщицы ужасные все. Приходят старые женщинки, которые, посмотрите на меня, все-таки рисуют их. А подожди, скажи, пожалуйста, твои рисунки, это такие большая толстая тетрадь, да? И там такие черные круги, всякие каляки-маляки. И когда ее открываешь, такие звуки. Не, не, а кстати, у меня есть фотография, по-моему, в телефон. Давай, покажи, пожалуйста. Давай, я подержу. Смотрите, мы как будто в кино. И реквизиторы дали нам стаканчик такой непалевный, знаете? Которых не существует в жизни. Что такие реально бывают? Охренеть. Типа без бренда. О, голая баба. Блин, это так круто. Одиноко, скучно. И если вы художник, вы берете хопа и рисуете себе голую бабу, которая делает все, что вы захотите. Нарисуй нам, пожалуйста, что-нибудь, мы тебя будем очень благодарны и что-нибудь в ответ для тебя сделаем. На e-mail прислать вот так. Вот, Ирина, я теперь с Ириной хожу. Потому что избалованная, капризная сучка теперь. Ирина, много снега. Уже чистая. Все, видите? Без чего не можешь прожить каждый день? Без чего ты не можешь прям, ломка. Без близких, без семьи. Эээ, скучно, скучно, скучно ответ. Внимание, скучно ответ. Тревога. Без укладки. Ага. В юбилейном выпуске я попросил Турбо Евгения сделать мне сайт. Ты делаешь сайты? Ну, делал, делал когда-то. Вспомни, пожалуйста, свое искусство. Делание сайтов. Сделай мне сайт. Я тебе заплачу 30 тысяч рублей. Его я попросил. И неожиданная вещь произошла. Ящик нашей программы, почтовый, просто сломался. От писем с предложениями сделать нам сайт. Я подумал, сначала, вы что, вообще без звука смотрели, что ли? Вы по губам прочитали слово сайт и не слышали, что мне нужно только от Турбо Евгения? Мне кажется, гораздо лучше. Есть люди, которые могут что-то лучше сделать. Нам не нужны они. Нам нужен ты. Нам нужна твоя энергия, твоя любовь. И нам, человек, у тебя, мне кажется, такой тоже человек нужен, который что-то такое вот под твой стиль прям сделает. Мне кажется, я не совсем так смогу сделать. Правильно? Нет, ты не прав. Ты мой стиль. Нафига мне сайт нужен? Мне нужно, чтобы его сделал Турбо Евгений. Вы что, не поняли? В этом смысл. А потом я понял, почему так произошло. Ребята, 2018 год. Сайт? Кому нахер нужен сайт? А ведь просто тысячи людей в стране учились делать сайты. И теперь они просто все без работы сидят. И за любую возможность сделать кому-то сайт цепляются. Грустно? Грустно? Есть конструкторы сайтов. Можно зайти и за пять минут сделать самому сайт. Ваше искусство. Напишу вам код. Никому не надо больше. Но самое главное. Один чувак просто взял и сделал сайт. Именно такой, какой я хотел, чтобы сделал мне Турбо Евгений. Он гениален. Вот адрес. Давайте покажем его. Вот он так выглядит. Офигенно. Но, бро, который сделал мне этот сайт. Бинго Бонго и Джамбо Джамбо. Ты что, охренел? Скажи, что я писался, пожалуйста. Джимбо Джамбо вообще-то. Йоу, зайки, я очень замерз. Замерзли руки. Замерзла камера. Она садится. И Валя говорит, что осталось где-то меньше минуты. Надо быстро все успеть. Спасибо, что вы с нами. Спасибо, что вы смотрите Сережу и микрофон. Немедленно все подключились к МТС. МТС, спасибо вам, что вы сегодня помогли нам сделать Сережу и микрофон. Но куда мы без вас? Это Валя. Я Сережка. Это шоу на Ютьюбе Сережа и микрофон. Мы в огне, детки. Чувствуете? Чувствуете? Все трясутся. Все шоу на Ютьюбе трясутся. Сережа и микрофон. Их не остановить. Ой, наши дни сочтены. Да, сучки. Ваши дни сочтены. Это лучшее шоу на Ютьюбе. Мы в 4К. Скоро будем в 8К. Да вообще не жить. Понятно? Йоу. Люблю вас, ребята. Вы классные. Алабама.